друзья мои всем большой большой привет рада видеть вас на своем канале сегодня хочу вам рассказать вот такую историю значит одна женщина написала мне в комментариях вот почему вы не покупаете продукты на базаре почему не берете сметану базарную почему молоко творог не покупаете кстати такой вопрос задают мне очень часто особенно те люди которые живут в сельской местности видя что теперь тоже я живу на даче значит я отвечу вам на этот вопрос в конце этого видео эти комментарии напомнили мне одну историю которая хочу вам сейчас рассказать это было много лет назад лет десять назад я ехала в поезде поезд был чопки я возвращалась домой и вечером я села на поезд но прохожу по вагону то в туалет то за чаем вижу значит открытое купе и там сидит военный мужчина в чинах какой-то серый шанель на него много звездочек на погоне на погонах и тоже есть женщина пожилая женщина с очень маленьким ребенком ребенок горит у него температура но вечером сели в лес спать утром я встаю до киева пару часов значит я прохожу мимо этого купе опять обращаю внимание на эту женщину военный как сидел так он и сидит потом он просто вышел и стал в тамбуре значит женщина стоит на коленях и вот так качается сидит на коленях перед ней ребенок он лежит просто на голом матрасе значит он лежит в пальто и в шапке его трясет а у него нет штанишек нет колготок и весь матрас уже весь обкаканный такая белая жижа идет из него значит но я остановилась зашла к ней говорю женщина что у вас здесь происходит вообще она это знаете я живу в западной украине ванна франковский у меня дочка с зятем уехали на заработки за границу и я месяц назад купила на базаре сметану принесла домой сделала пюре накормила ребенка у него через пару часов поднялась высоченная температура я его отвезла в больницу ребенку год и два месяца юрочка звали мальчика в общем мы с этим юрочкой отправились больницу и лежали там целый месяц вынесла она говорит я туда все деньги ничего у нас бесплатно не было за все нужно было платить я вынесла все что у меня было а вот зятю с дочкой я не не сумела с ними я не смогла сказать им по телефону тогда сотовых не было не смогла сказать им по телефону что у меня такая ситуация не горит на дело что ребенка вылечит но прошел месяц а ситуация ухудшилась настолько что он вообще отказался есть ничего не ел и врачи ему внимание уже не оказывали на это у меня уже не было денег значит покупать их внимание поэтому она говорит я поняла что ребенок просто умирает на моих глазах какой-то день я горит собралась прямо из больницы не заходя домой поехала на вокзал упала начальнику вокзала в логий попросил его что он посадил меня на поезд до киева значит начальник согласился над я оставила ему свой паспорт и он посадил ее но распорядился ее посадили на поезд вот в купейные вагоны наехала с нами вот или она все это мне рассказала когда там нет и все рассказала честно у меня крыша поехала я вижу ребенок ну 39 и 9 температуры могут и два месяца и месяц полное обезвоживание организма диспепсия ужасная значит я выхожу в тамбур стоит этот мужчина военный я могу ли мужчина вы знаете сколько лет уже пришло меня трясет даже как-то об этом вспоминаю или мужчина вы же офицер как вы могли позволить чтобы у женщины была такая ситуация и вы ничего не предприняли почему вы не сообщили начальнику поезда почему вы не вызвали скорую помощь каком-то подъезжая какому-то большому городу как вы могли целую ночь вот двенадцать часов наблюдать как на ваших глазах умирает ребенок вам же люди солдат доверяют поэтому в армии такие такие беспорядки происходили тогда значит мужчина это стояла пустив голову я его вычитала сама думаю боже что мне делать два часа до киева я бегом проводница вызовите мне начальника поезда она вызвала мне начальника поезда пришел дядечка такого же лет пятьдесят ему было значит я ему говорю я ему рассказываю ситуацию говорю очень плохо я врач я смотрела ребенка он умирает немедленно вызывайте скорую помощь и он пошел он вызвал скорую помощь значит мы этого юра кое-как завернули в эти закаканные пеленки значит он стоит на ножках у него ножки трясутся его трясет все значит освободили проход скоро уже ждала нас значит врач подошла к вагону и я и говорю что раньше была такая ситуация нужно было сначала если с поезда снимают нужно было чтобы врач вокзальный осмотрел ребенка тогда уже его отправляли на скорой но я не могла до этого допустить потому что у женщины не было паспорта а тогда без паспорта в больницу никто не ложил никого поэтому мне нужно было сделать так чтобы скоро забрала его довезла до больницы а там же будут разбираться что нет документов и все равно его уже как-то определяют ну и вот значит когда подъехала скорая подошла врач к вагону значит проводница всех затормозила всех пассажиров я значит сказала ей что я врач и осмотрела ребенка хотя конечно я не врач но я его таки осмотрела осмотрела ребенка я прошу чтобы они немедленно везли его в больницу потому что у него диспепсия самая натуральная значит ну и они его сняли с поезда и повезли его на скорую значит у женщины это денег не было но у меня как назло тоже не было денег я возвращалась еще по и у меня денег ну может быть какие-то там копейки были но у меня была телефонная карточка тогда можно было звонить по телефону я выгребла и все что у меня было дала и дала эту карточку и написала на ней свой телефон и попросила чтобы она мне позвонила но когда я приехала домой значит с поезда я разобралась со своими делами меня не было целой недели разобралась с делами с детьми и значит там расстроилась расстроилась потому что не знала чем все это дело закончится, я уже переживала. Значит, а муж мне говорит, а что ты переживаешь, что ты психолог? Позвони на скорую и спроси, куда его забрали. Я говорю, так я ничего не знаю. Я знаю, его зовут Юра, не знаю ни фамилии, знаю, что он не из Ивана Франковска. А что это даст? У нее нет документов. Может быть, ее и не положат в больницу. Откуда я знаю? Где она останется в городе? И она не звонит, как назло. Значит, ну и я позвонила на скорую помощь городскую. И что вы думаете? Значит, я объяснила, что мальчика зовут Юра, что ему вот и два месяца его сняли с поезда, поезд ЧОП-Киев и так далее. Значит, и они мне говорят, да, есть такой мальчик, забрали на скорую, отвезли его в детскую больницу, которая находится на Абалоне. Ну, как раз живу на Абалоне. Вот, значит, ну и когда я уже узнала, в какой он больнице, я позвонила в больницу. Позвала заведующее отделением инфекционным и рассказала ситуацию, что я помогла вот этой женщине, что как у нее дела. Она у нее дела, у нее очень плохо. Значит, мы будем ждать до утра. Если будет все хорошо, то я вам скажу, что ему будет надо. Да, вечером этого же дня мне позвонила моя подруга Люба. Помните, я рассказывала о том, что у меня есть портрет Николая Годника, есть его икона, и Люба мне вышила эту икону, золото, в общем, очень красивая икона, висит у меня много лет. Конечно же, я светила икону в церкви. Вот кто-то спрашивал, иконы обязательно нужно светить в церкви, иначе они не имеют той магической силы, того оберега, который они должны нести. Вот, и значит, мне позвонила Люба, я ей рассказываю, Люба расстроена, вот это такое с ребенком случилось, и все. Она мне говорит, ну, позвони мне завтра утром, как будут дела, я тоже буду переживать. У Любы нет детей. Значит, у нее никогда их не было, нет детей, но Люба всегда готова помочь кому-то. Вот, и утром я позвонила заведующей отделением, она мне сказала, что Юра пролежал под капельницей целую ночь, значит, его состояние улучшилось, и ему можно кушать, но нормальную еду ему еще кушать будет очень долго нельзя, ему нужно особое питание. Коробочка стоила примерно 30 долларов на тот момент, питание, которое на неделю. Значит, она мне говорит, вам нужно купить это питание, потому что, я говорю, позовите мне ее к телефону, хочу с ней поговорить. Ну, подошла она к телефону, эта женщина, я говорю, а чего вы мне не звоните? Она говорит, вы знаете, я сейчас собираюсь идти на папель в церковь, я буду просить деньги, потому что надо купить питание Юре. Я говорю, не вздумайте никуда ходить, вам питание купят, мы его привезем вам, не бросайте ребенка. Пока мы все это решали, я позвонила опять заведующее отделением, чтобы узнать уже, определиться, какого конкретно нужно питание, сколько его, она мне сказала, что нашлась в отделении женщина, ребенок, который пошел на выздоровление, а питание осталось. Поэтому питание это дорогое, покупать не надо. Ну, конечно же, я собрала передачу, поехала в больницу и возила им игрушки и питание, пока Юра лежал в больнице. А когда им нужно было уезжать, моя подруга Люба купила им билеты, и деньги дала на дорогу, и купила им продукты, игрушки, в общем, отправили мы Юру с бабушкой, отправили мы в свой Ивано-Франковск, он уже был в нормальном состоянии. Вот, ну, к чему я вам это рассказываю? Вот к тому комментарию, который женщина мне писала. Почему вы не покупаете на базаре сметану, творог и молоко? До карантина я покупала, но, конечно, очень избирательно я предпочитаю покупать продукты в магазине, потому что я не знаю, какими руками, какие мухи там летают, бывает всякое, и в твороге, и в сметане, и в молоке. Есть у меня женщина, которая носит творог уже много лет сюда, и я покупаю у нее творог, да, но сейчас не покупаю ничего, ни сметаны, ни творога. Есть, кстати, женщина, которая делает шикарные сепаратанные сливки, она торгует на базаре уже, ну, не знаю, сколько лет, я у нее тоже покупаю, если ей надо, если нужно, но сейчас я отказалась от этих покупок, потому что я не могу никак тепловую обработку сделать. Если, допустим, я в магазине покупаю молоко в бутылке, сейчас, кстати, творог у нас, вот покажу вам. Видите, творог продается у нас в магазине, он вот такой вот салфановой упаковки продается, и стал он продаваться, когда начался коронавирус. Вот буквально полгода, как он продается в такой упаковке. Раньше это всегда было только у бумаги он был. И это очень правильно, потому что корона передается, просто перелетает, поэтому сейчас нужно перестраховаться и покупать на базаре, это очень опрометчивое решение. Ну, а вот про случай я вам рассказала с Юрой, не для того, чтобы вам похвалиться, похвастаться, какая я добрая, чуткая, а потому что, если человек ничего не делает, если он, ну, проходит мимо чужой беды, может, я не сомневаться в том, что когда у самого у него будет такая беда, люди тоже пройдут мимо. К счастью, мне очень много помогали совершенно посторонние, незнакомые мне люди, всегда протягивали мне руку помощи и помогали мне в трудную минуту. Поэтому я никогда не прохожу мимо, мимо тех людей, которые требуют какой-то защиты. Вот сколько случаев бывает такое, лежит человек на улице, да, он пьяный. А кто подошел, кто посмотрел, а действительно ли он пьяный? А вот у меня тоже был еще один случай. Я шла днем, с эти бела дня, зимой, в магазин смотрю, лежит мужчина. Просто на сугробе, все проходят мимо. Я подошла к нему, растолкала его. Он действительно был пьяный, молодой парень, но мороз на улице был, градусов 10. А он лежит там, с эти бела дня. Языком он ворочал плохо, но он сказал мне свой телефон. Я позвонила туда, и жена взяла трубку, и она пришла его и забрала. Оказалось, что он жил в соседнем доме. Ну а если вот так вот проходить мимо, ну мало ли что в жизни у человека бывает. Ну вот он даже пьяный был. Ну так что, дать ему замерзнуть, и собачку, и котика жалко, не только человека. Я желаю вам всем здоровья, удачи и осмысленного подхода к жизни. А теперь всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok